Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня с вами вновь канал Чувствознания Виталия Рафеева. И в эти рождественские праздники мне хотелось записать для вас небольшое видео, которое я посвящаю книге Дейла Карнеги. Дейл Карнеги. Язык убеждения. Эффективные приемы совершенствования устной речи и приобретение искусных навыков убедительных публичных выступлений. Так вот, эту книгу прочитал в свое время. Это было интересно, познавательно, но как бы в своей жизни я не нашел ей применения. И в настоящий момент уже использую эту книгу как руководство какому-то действию. И вы можете наблюдать за моими выступлениями, которые тем или иным образом связаны с этой книгой. В очередной раз я эту книгу прослушиваю как аудиофайл и нахожу там для себя какие-то подтверждения правоты, слов Дейла Карнеги, который в свое время построил методику, нашел принципы публичного выступления. Так вот, что я хотел сказать, найти, показать вам, что имеется связь, в которой я прослеживаю с этой книгой и с той концепцией миропонимания, которую я здесь пропагандирую, рассказываю о самосознании, о состоянии осознания и других важных состояниях, которые влияют непосредственно на жизнь человека. Так вот, публичное выступление в этой книге, говорится, много раз делается ударение на то, что люди очень часто в своих разговорах, выступлениях, в кругу друзей, в кругу сотрудников, партнеров, на каких-то небольших таких мероприятиях свободно разговаривают, выступают, пытаются донести те или иные свои какие-то идеи, убеждения. До людей, когда они находятся в сидячем положении. И Дейл Корнеги также указывает на это очень четко, несколько раз указывает, что когда человек сидит, он ведет себя естественно, разговаривает свободно, уверенно, не волнуется, мысль его очень такая конструктивная, и до людей он доносит эту мысль правильно. Но как только этот же человек встает на ноги перед теми же людьми, в другом состоянии отказывается, неуверенности, он не может связать свою мысль, высказать ее публично правильно и так далее. И вот именно этот момент на него и Дейл Корнеги опирается в своей методике, чтобы научить людей говорить стоя, уверенно, убеждения свои донести до людей и, соответственно, получить эффективность. В результате того, что люди склонятся к его точке зрения и совместно, коллективно выполнят какое-то решение. И я также посмотрел на свою концепцию миропонимания и увидел здесь параллели. Какие здесь параллели? Очень важные параллели, которые помогут вам в ваших публичных выступлениях. Потому что вы сразу будете видеть ситуацию с другой стороны, когда будете выступать, и ваша уверенность, эффективность ваше выступление еще более вырастет во много раз. Итак, какова моя точка зрения в этой ситуации? Я вижу, что когда человек сидит, как я сейчас сижу перед вами, он находится в состоянии самосознания. То есть самосознание – это, как, если вы смотрели мои видео, это комплекс человеческих интересов, внутренних правил его, которые глубоко субъективны, которые он выработал на основе своего опыта жизненного, заработал или заслужил в тех или иных трудах. И когда он находится только в сидячем положении и высказывает аудитории, как руководитель, как представитель проекта или сотрудник, сидя разговаривает, то, соответственно, все люди вокруг него также находятся в таком положении самосознания. И этот человек находится в таком закрытом состоянии, когда он сидит в закрытом состоянии, в своем гнезде, как бы сказать. То есть я вам говорил в других видео, что женщина находится постоянно в состоянии самосознания, то есть в своем гнезде. Так вот, когда мы сидим, когда мы говорим сидя, эффективность наших слов понижается, но в то же время увеличится уверенность в наших словах. Но эта уверенность не доходит до окружающих людей, потому что они также сидят и находятся также в одном состоянии такой субъективного, субъективных своих собственных интересов. Поэтому они опасаются ваших слов, опасаются ваших каких-то идей и тому подобное. Но как только вы и я в том числе встаю, тогда сразу изменяется ситуация. Я обращаюсь к вам сверх окажется, но я стою на ноги, и я оказываюсь в состоянии осознания закона. То есть объективный закон, который руководит мной. То есть я не руководствуюсь в своих речах своими внутренними интересами, внутренними правилами. И поэтому моя речь доходит до людей, которые сидят или находятся ниже меня, стоят, я, допустим, на какой-то состоянии стою, или на трибуне какой-то, стою и разговариваю с людьми, которые ниже меня. То я руководствуюсь, конечно, в состоянии осознания другого какого-то высшего закона. И этот закон руководствуется мной в моих донесениях, в моих идей, каких-то убеждений, которые пытаюсь до вас донести. И поэтому в настоящий момент я нахожусь выше вас. И ассоциация есть какая может быть очень простая и очень доступная. Она останется в вашем таком сознании. Какая ассоциация может быть с гнездом, птичьим. То есть представьте себе, что какая-то скала, допустим, или дерево какое-то развитие. И на этом дереве, на этой скале имеется гнездо птичьи. И когда в этом гнезде внутри сидят птенцы, вместе с ними там сидит их мать или их там отец, то, конечно, птенцы относятся к своему руководителю, как к тому, кто может отнять у них еду какую-то, понимаете, да? То, соответственно, здесь имеется внутренний закон у каждого своего. Начинается самозащита. Это мое, это мое. Давайте не будем здесь как бы делить пирог внутри. А когда вы находитесь выше гнезда, то есть когда вы парите, как птица, над гнездом, и на вас смотрят птенцы, что вы летите к гнезду, и, соответственно, вы, вероятно всего, что-то несете, какой-то там пчеречка, какой-то, кормку отнесете вниз, то, соответственно, вы находитесь в пространстве. Закон пространства на вас влияет, оказывает вам на вас больше действия. И, соответственно, вы летите куда? В гнездо. Вы летите в гнездо, вы что-то несете в гнездо, потому что у вас другой дороги нет в этом пространстве. Вам надо прийти в гнездо. И поэтому аудитория смотрит на вас, как птенцы вот на этого парящего там орла, да? Или парящего птицу, который несет им какой-то корм, какие-то знания, какие-то новые убеждения и тому подобное. Поэтому это важное составляющее публичного вступления, когда человек стоит на ногах. Но когда я стою на ногах, я говорю менее уверенно. В моем голосе появляется дрожь, волнение, потому что я открыт в пространстве. Я нахожусь под сенью такой закона объективного, в осознании нахожусь. И в то же время в этом законе находитесь и вы то же самое. Вы в пространстве находитесь. И, соответственно, вы ко мне больше доверяете мне. Но я, соответственно, менее защищен перед вами. Так как мне надо прийти в гнездо. И вы меня там должны встретить и принять. И чтобы вы меня там приняли, я должен принести истинную какую-то, да? Знания какие-то полезные и тому подобное. То есть эффективность моего вступления повышается. Но вместе с тем понижением моей уверенности ваше доверие все равно растет. Поэтому эффективность повышается больше в выступлении. Поэтому я предлагаю вам в ваших главных, в ваших важных вступлениях всегда вступать стоя. Как об этом говорит Дейл Корнеги в своей книге. Вот поэтому благодарю вас за внимание. Это мое вступление было именно касалось того, что состояние самосознания, когда мы сидим и говорим, и состояние осознания, когда мы стоя вступаем на ногах. И более эффективность будет выше ваша, когда вы будете стоять на ногах, чтобы донести свои убеждения до людей, идеи. А когда вы садитесь, то вы можете уже как бы внутри этого гнезда, внутри распределять какие-то роли, уже принятым решением. И кто-то как-то там будет выполнять какие-то роли и как бы делить пирог от результатов общей деятельности. Поэтому будьте здоровы, счастливы, выступайте публично, на ногах стойте и практикуйтесь, как рекомендует Дейл Корнеги, практикуйтесь, практикуйтесь, практикуйтесь. Именно практика полета в пространстве, в этом осознании закона, поможет вам быть уверенным, доносить свои убеждения, свои идеи, именно эффективность повышать ваше. Продолжение следует...